Добро пожаловать на программу «Общение со Христом». Мы так рады, что вы с нами. Сегодня пастор Тодд продолжит серию о широкой и открытой жизни и расскажет нам о жизни Гидеона, обычного фермера, чьи страхи превратились в бесстрашную веру. Гидеон — это прекрасный пример того, как Бог необычным образом использует обычного человека. Это история о мальчике с фермы, который стал национальным героем. Но для этого ему пришлось растянуться. Ему пришлось расширить свое мышление, чтобы выйти из зоны комфорта в свое призвание. Это история о том, как Бог из неудачника делает лидера, из труса победителя, из ноля героя. У меня еще много таких фразочек, но, Гидеон, чуть не упустил все это из-за слова из пяти букв, а это страх. Страх будущего, страх неизвестного, страх того, что он не способен сделать то, что сказал ему ангел. Правда в том, что всем нам приходится бороться со страхами. Абсолютно всем. Мне постоянно приходится бороться со страхом. Страх перед тем, к чему Бог призвал меня. Я не знаю, смогу ли я. Все мы сталкиваемся со страхом. И психиатры говорят, что страх — это одна из самых распространенных эмоций среди людей. Страх может помешать вам войти в ваше будущее. Не позволяйте страху прогнозировать ваше будущее. Сейчас у нас идет серия об открытой и широкой жизни, к которой Бог призвал каждого из нас. Наш ключевой стих находится в Исаии 54 главе. Это второй стих. Его Бог дал мне для нашей церкви много месяцев назад. И я рад проповедовать об этом, потому что думаю, что это слово не просто для всей церкви, а для вас лично. И вот что там сказано. «Распространи место шатра твоего. Расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди коле твои». В Библии Бог часто призывает свой народ растягиваться и идти дальше. Не отступать назад или отходиться, а войти в большую Божью жизнь, которую Он приготовил для вас. Так было всегда. Вы только вспомните, как ангел пришел в Назарет к девчонке по имени Мария. Ты даже не представляешь, что тебя ждет. Но у Бога большие планы на твою жизнь. Вспомните рыбаков на Галилейском море. Иисус сказал им, «Мои ребята, оставьте свою рыбу и идите за Мною». Они понятия не имели, что их ждет впереди, но им нужно было выйти из своего комфорта и войти в призвание. А чтобы вам пережить такую широкую и пространную жизнь, о которой мы говорим, то вам нужно выйти из зоны комфорта в свое призвание, потому что Бог может и хочет сделать через вас значительно больше, чем вы можете представить. В послании к Оринфинам сказано, «Глаз не видел и ухо не слышало, и на ум человеку не приходило то, что Бог уготовил для тех, кто любит Его». Вы любите Его. Иначе не пришли бы в церковь в воскресенье утром. Значит, у Бога есть для вас что-то прекрасное, но в этом стихе Бог говорит, «Я не могу сделать все за вас». Поэтому вам придется расширяться и растягивать свое мышление. Именно это пришло сделать Гидеону. Пожалуйста, я прошу вас открыть вашу Библию на книге Судей. Это седьмая книга Библии. Если начнете с бытия, то доберетесь до нее. Это шестая глава. Что-то я буду читать, а что-то буду вам пересказывать. Итак, эта история случилась в один из самых тяжелых моментов в Израиле. Это было время, когда народ Божий ходил без Бога. В одной из глав сказано, что тогда у Израиля не было царя, и каждый жил так, как считал правильным. Вы понимаете, что такое поведение ни к чему хорошему не приведет? И это привело к угнетению народа. В начале шестой главы сказано, что целых семь лет израилитян терроризировали их соседи-модианитяне. Они делали налеты, как саранча. Воровали урожай и скот и насиловали людей. И так было из года в год целых семь лет. Все было настолько плохо, что евреи не могли больше жить в своих домах и прятались в пещерах. Годами ничего не менялось, и люди стали подавленными. Они начали думать, что так будет всегда, у нас всегда будет эта проблема. А вы когда-нибудь думали так? Вы думали, в моей семье постоянно одна и та же проблема? Это повторяется снова и снова. Когда-нибудь чувствовали себя так? В такой ситуации приходит враг и говорит, ты никогда не изменишься. Они никогда не изменятся. Эта проблема никуда не денется, поэтому лучше сдаться. Именно так чувствовал себя Гидеон и все евреи. И вот однажды ангел Господень пришел к Гидеону, который выколачивал тогда пшеницу в Тачиле. Тачилы это место, где давили виноград. Но это такая яма в земле. И вот он в этой яме выколачивает пшеницу. Я никогда не выколачивал пшеницу, но знаю, что не стоит делать этого в яме. Это нужно делать на поле, чтобы ветер сдувал шелуху, а у вас оставалось лишь зерно. Но Гидеон сделал это не на поле, а в яме, а все потому, что он был до смерти напуган, что мундианитяне придут и заберут его пшеницу. И вот 12 стих говорит, «Ангел Господний явился перед Гидеоном и сказал ему, «Господь с тобой, сильный воин, не говорите мне, что у Бога нет чувства юмора». Он сказал, «Пойди туда и назови его сильным воином». Посмотрим, как он отреагирует. И вот что я понял. В тот день Бог не допустил ошибку. Он не пришел по неверному адресу. И вам очень важно это понять. Ваш взгляд на Бога и Божий взгляд на вас отличаются кардинально. Ваш взгляд на себя очень отличается от того, как Бог видит вас. А Бог видит вас, сильного воина. Бог видит дары и способности, таланты и страсть. Он знает все это, потому что Он создал вас. Он сам вложил все это в вас и знает, что там внутри. Он знает вас лучше, чем вы сами, потому что Он ваш Творец. Мы видим свои промахи и недостатки и думаем, «Зачем Богу использовать меня?» Богу не так сильно волнуют ваши промахи. Он желает, чтобы сделали шаг вперед и стали тем, кем Он вас создал. Многих из вас останавливают не столько ваши промахи, сколько недостаток опыта. И вы думаете, что не подходите для того, чтобы Бог использовал вас. Но я хочу, чтобы вы знали, если вы во Христе Иисусе, то эти слова полностью отражают то, кто вы, ваше место и ваше положение. Здесь сказано, что вы посажены со Христом на небесах. Не когда-то, а уже сегодня. А это означает, что вы выше всего, что пытается атаковать вас. Вы не под обстоятельствами. Вы сидите в победе над всеми обстоятельствами. Но вам нужно понять, кто вы. Вот кто вы. Библия говорит, что вы больше, чем победитель. Библия говорит, что никакое оружие не будет успешно против вас. Если вы больше, чем победитель, то вам придется побеждать какие-то вещи. Но не переживайте. Поскольку вы победитель, вы все победите. Да, я буду прорываться вперед, потому что знаю, что в конце концов победа будет за мной. И Бог поможет мне в этом. Но проблема в том, что мы так часто забываем к тому и слушаем ложь о себе, которая звучит много лет. Мы слышали, как люди говорят, из тебя ничего не выйдет. Ты ничего не достигнешь. Ты ошибка. И мы позволили этим словам снова и снова звучать в нашей голове. Или же нас могут сдерживать наши прошлые ошибки. И мы думаем, ну, наверное, я получаю то, что заслужил. Если бы я сделал то или это, то сейчас не был бы здесь. А что, если вместо лжи мы начнем слушать то, что о нас говорит Бог? А что, если вместо всех этих людей мы начнем слушать Бога? И то, что Он говорит о новом начале и о Его будущем для нас. Во втором послании к Коринфянам 5 главе 17 стихе сказано, «Если кто-то...» А это значит, кто угодно. «Если кто-то во Христе, то новое творение Божие. Старое умерло, наступил новый порядок. Поэтому мы больше не результат нашего прошлого, а результат работы Христа на кресте. И в Иисусе мы должны ходить в такой победе. Я буду повторять это до самой смерти. Настоящая правда о вас это то, что о вас говорит Бог. Настоящая правда о вас это не то, что вы сами о себе думаете или другие люди. Настоящая правда о вас это то, что о вас говорит Бог. Он говорит, что вы призваны и помазаны. У Него есть цели, предназначения для вашей жизни, но вам нужно вылезти из ямы и войти в это предназначение. Бог видит в вас самое лучшее, как это было с Гидеоном. Бог увидел в нем сильного воина. Ангел сказал ему, иди с этой силой и спаси свой народ. А он начинает искать отговорки. Но я не из того колена. Мы вообще-то не воины. Моя семья не такая уж и сильная. А я самый младший в семье. Как я могу достичь успеха? В школе мне говорили, что я ничего не достигну. Поэтому я не подхожу на эту роль. Бог знал о ваших слабостях еще до того, как призвал вас. Обратите внимание, где Бог встречается с Гидеоном. Он не ждал, пока Гидеон выйдет на поле, соберет армию. О, вот такого я могу использовать. В нем есть задатки лидера. Нет, он спустился в яму и сказал, пойдем, вылезай. Это говорит мне о том, что Бог всегда приходит туда, где вы находитесь. В каком бы духовном состоянии вы ни были, Бог придет к вам. Какой бы ни была ваша вера сейчас, Бог прямо сейчас, на вашем уровне. Он не желает, чтобы вы оставались там, но все же приходит к вам туда. Выйди из того места и войди в то место, что я приготовил для тебя. Гидеон был полон страхов и сомнений. Интересно, а с чем вы боретесь сегодня? С какими страхами и сомнениями вы боретесь сегодня? Ничего страшного. Наш Бог большой, и он не ожидает, что вы будете духовным гигантом. Он будет работать с вами и приведет вас туда, куда вы и подумать не могли. Но перед тем, как Гидеон смог отважиться на то, чтобы освободить свой народ, ему нужно было сделать нечто очень важное. Перед публичными свершениями Бог желает, чтобы он разобрался с чем-то на личном уровне. Я заметил, что в моей жизни, и в жизни людей, которыми я восхищаюсь, Бог всегда работает на личном уровне, лишь потом использует нас на публике. И вот что нужно было сделать Гидеону. Об этом говорит 25 стих. «В ту же ночь Господь сказал Гидеону, «Возьми из стада твоего отца одного взрослого быка и одного семилетнего и разрушь алтарь Ваала, который у твоего отца, и сруби дерево Ашера возле него, затем на возвышенности построй алтарь Господу Богу твоему. Убей второго быка и сожги его на этом алтаре, на дровах, от дерева Ашера». Итак, перед тем, как освобождать народ, перед тем, как я позволю тебе войти в большую жизнь, тебе нужно кое-что исправить в собственном доме. Тебе нужно разрушить алтарь Ваала, которому поклоняется твоя семья. Ваал был идолом, которому поклонялся Израиль, Божий народ. А это говорит мне о том, что люди Божии могут поклоняться еще чему-то, кроме Бога. Мы можем поклоняться еще чему-то, кроме истинного Бога. И перед тем, как благословить свой народ и дать им свободу от врагов, Бог говорит, что вначале нужно заняться самым главным вопросом. Я уверен, что перед тем, как Бог позволит нам с вами войти в широкую и пространную жизнь, Он должен убедиться, что у нас внутри все в порядке. Бог много говорит о приоритетах. Приоритеты важны для Бога. В первой заповеди сказано, что Он должен быть на первом месте, а во второй заповеди сказано не делать идолов и не поклоняться им. Мы сегодня мало думаем об идолах, потому что у нас нет статуй, к которым мы молимся. Если вы так делаете, то мы с вами поговорим попозже. Но правда в том, что для поклонения не нужны статуи. Многие люди поклоняются своей карьере. Лучшее, что у них есть, они отдают своей карьере, а она становится для них идолом. Кое-кто поклоняется другому человеку. Для них этот человек номер один, и он получает все, что пожелает. Или же мы можем поклоняться успеху. Мы можем быть настолько захвачены вещами, деньгами, имуществом. Сами по себе эти вещи неплохие. Бог желает, чтобы у вас была карьера, и вы достигали успеха. Мы должны усердно трудиться. Так говорит Библия. Но работа не должна быть номером один. Второзаконие, 14 глава, 24 стих говорит нам, «Цель десятины в том, чтобы научить вас ставить Бога на первое место во всех сферах жизни». Итак, цель десятины в том, чтобы Бог был для вас на первом месте. Билли Грамм говорил, если люди приводят порядок вопрос денег и Бога, то все остальное в их жизни становится на свои места. Итак, если в какой-то из сфер вашей жизни Бог на первом месте, то Он благословляет эту сферу. Хочу задать вам вопрос. Если в вашей жизни алтарь или столб Ашера, может, это что-то хорошее, но только не в том месте, на первом месте должен быть только Бог. И поэтому перед тем, как вывести вас на новое место и использовать так, что вы представить не могли, вы должны убедиться на первом месте, самое главное или нет, чтобы Он мог благословить вашу жизнь. И Гидеону нужно было исправить это. Гидеон встретился с Ангелом Господним лицом к лицу и получил инструкцию, «Пойди и спаси Израиля от врага». Но все еще не был до конца уверен, поэтому он решил расстелить шерсть. Слышали такое выражение, да? А вот как оно появилось. 36 стих говорит нам. «Гидеон сказал Богу, «Ты говорил, что поможешь мне спасти народ Израиля. Дай мне доказательства. Я расстелю ногу мне овечью шерсть. Если роса будет только на шерсти, а вся земля останется сухой, я буду знать, что это правда. И ты моей рукой спасешь Израиля, как и говорил». Так и случилось. На следующий день, встав рано утром, Гидеон выжил из шерсти столько воды, что смог набрать полную чашу. А вы бы подумали, что этого Гидеону было достаточно. Мне было бы этого достаточно, но Гидеон говорит, «А давай попробуем еще раз. В этот раз земля пусть будет мокрая, шерсть сухой». Бог говорит, «Ну ладно». И он снова сделал это. У меня нет времени, чтобы объяснять, что это значит, но не стоит это повторять. Это не хороший пример. Люди говорят, «Я расстелил шерсть перед Господом». Если будет так или так, то это воля Божья. Нет, нет, не нужно копировать Гидеона. Также такое поведение немного отдает гордость. Вы будто бы говорите, «Бог, если ты сделаешь то, что я прошу, то я сделаю то, что просишь ты». Нет, мы должны говорить, «Я готов сделать все, о чем ты меня просишь». Но в этом процессе мне нравится то, что Бог был терпелив с Гидеоном. Вы рады, что, когда мы делаем что-то не так, Бог все еще терпелив к нам. Он терпеливо ждет, пока мы не поймем, чего мы хотим от жизни. Как вы видели, Гидеон собрал армию из 32 тысяч человек. Ого, как много. Но Мудеонитян было 135 тысяч. Получается соотношение 4 к 1. Шансы не очень хорошие, но и не ужасные. 4 к 1 — это неплохо. Вы жили фильмы, где один может уложить 7 или 8 человек. Поэтому 4 к 1 — это нормально, так реально. Но Бог говорит, «У тебя слишком много людей». Поэтому скажи всем, кому страшно, что они могут идти домой. Гидеон такой, «А я тоже могу уйти?» Гидеон говорит им это, и 22 тысячи уходят. Это была плохая идея. Но Бог говорит, «У тебя все еще слишком много людей». Так Бог сократил армию Гидеона до 300 человек. 300 человек против армии из 135 тысяч. Солдаты с копьями, мечами, верблюдами, лошадьми. Да это невозможно. Теперь это невозможно. Это 1 к 450. Это невозможно. А Бог говорит, «С этого мы и начнем». Пока мы с вами не придем к ситуации, которая кажется невозможной, Бог нам и нужен. «Я сам с этим справлюсь. Я достаточно силен. Мы полагаемся на свои способности. Но когда ситуация становится невозможной, вот тогда и появляется Бог». Кстати, с вашим Богом нет ничего невозможного. Те 300 человек шли на войну с сотнями тысяч воинов. Но я знаю, кто со мной, кто вокруг меня. Ведь ангелов небесных, все воинство со мной. С ними пошел Бог. А если вы во Христе Иисусе, то Бог участвует с вами во всех сражениях, и Он проведет вас во имя Иисуса. И Бог дает Гидеону план. Ты победишь армию из 135 тысяч с помощью факелов, кувшинов и труб. Факел, кувшин и труба? Я правильно все прочитал? Думаю, что Бог все еще проверял его. Ты будешь мне доверять? Ты веришь, что мои пути выше твоих путей, а мои планы и стратегии лучше любых стратегий, которые ты мог бы придумать? Доверяйте Богу. Доверяйте Ему в том, что Он просит вас делать. Это может казаться нелогичным, но у Бога есть совершенный план. Итак, они окружили армию, разбились на три группы, факелы были накрыты глиняными кувшинами. Гидеон сказал, «Повторяйте за мной. Когда я разобью кувшин, вы тоже разбивайте, потом будем дуть в трубы, кричать». Когда 300 воинов Гидеона затрубили в свои трубы, Господь обратил Модианитян друг против друга, и они стали убивать друг друга. Вот почему Гидеону не нужно было оружие. Они убежали и оставили израильскую землю. В тот день Бог использовал того напуганного фермера, чтобы принести народу Божьему свободу. Но этого никогда бы не случилось, если бы Гидеон прислушался к страху, если бы он позволил страху прогнозировать его будущее. то он так бы и остался в Тачиле для винограда, а не на поле боя, делая то, к чему призвал его Бог. То же касается и нас с вами. Мы никогда не будем жить так широко и пространно, как хочет Бог, если позволим страху контролировать нас, если позволим себе стоять в стороне, потому что мы чего-то боимся. Я спросил у Господа, «Господь, а как нам победить страх?» Меня этот вопрос волнует так же, как и вас. И Господь дал мне четкий и ясный ответ. Страх можно победить только одним способом — с помощью веры. Вера изгоняет страх. Мы это знаем. Это не новое откровение, но нам нужно напомнить об этом. Мы должны помнить, что вера и страх не могут сосуществовать. То, о чем мы думаем постоянно, изгоняет другое из нашей жизни. Страх и вера не могут сосуществовать, поэтому нам нужно укреплять свою веру. Господь, а как нам укреплять веру? И Господь показал мне два места Писания, где четко и ясно сказано, как укреплять веру. Первый шаг — это послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Там сказано и так. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Давайте скажем это вместе. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Когда вы слышите Слово Божие, ваша вера растет и укрепляется. Когда мы провозглашаем Слово Божие, «Да, Господь, ты будешь со мною в школе, на работе и в семье, ты со мною». Это укрепляет нашу веру. Итак, когда моя вера ослабевает, а такое бывает, когда у меня возникают сомнения, и такое бывает, мне нужно наполнить свой резервуар веры Словом Божиим. Я читаю, как Бог разделил Красное море. Значит, Он может разделить и мою проблему. Если Он давал ману в пустыне, то и нас может обеспечить чем угодно. Если Иисус воскресил Лазаря из мертвых, то какой бы мертвой ни казалась ситуация, Бог может вернуть ее к жизни. И внезапно я готов ко всему, что Бог приготовил для меня. Итак, Слово Божие будет разжигать вашу веру, но вам нужно приступать к Слову, чтобы Слово могло проникнуть в вас. Если вы не знаете эту истину, то не сможете в ней жить. Я вам гарантирую, если вы хотите войти в широкую и пространную жизнь, вам нужно быть в Слове. Вам нужно принимать Слово и поглощать его, и размышлять над ним. А в Первом Псалме сказано, что благословен человек, который не ходит с нечестивыми, не стоит на пути грешников и не сидит с насмешниками, а наслаждается законом Господа, размышляет над ним, днем и ночью. Он будет как дерево, посаженное у потоков живой воды, которое вовремя приносит плод, и лист его никогда не верит. И все, что он делает, будет успешным. Разве вы не хотите быть успешными в этом году? Разве вы не хотите, чтобы ваша жизнь и семья были успешными? Итак, во-первых, вера укрепляет Слово Божие, а во-вторых, люди Божие. Я спросил Бога, как нам укреплять веру так, чтобы страх не контролировал нас? И он ответил, есть два способа, с помощью Слова Божьего и с помощью людей Божьих. Это два способа, как вы можете укреплять свою веру, чтобы войти в новую жизнь. Павел пишет в послании к римлянам, мы будем черпать силу друг от друга через нашу веру. Вы от меня, а я от вас. Подумайте, ваша вера будет помогать мне. То есть будут дни, когда моя вера будет слабой, и ваша вера во Христа будет помогать моей вере. Но будет время, когда вы будете подавлены духовно, и моя вера поможет вам. Вы можете взять немного моей веры, и наши веры будут помогать друг другу. Но если нас не будет друг у друга, то в сложные дни наша вера будет идти вниз, и мы не будем жить так, как задумал Бог. Вот почему мы постоянно говорим вам, что вам нужно приходить и общаться с людьми. Это очень важно. Вы пришли сегодня, и это прекрасно. Вы находитесь в месте, где в нашу жизнь провозглашается Слово Божие. Здесь мы поем песни про славления, в которых содержится Писание и истина для вашей жизни. И вам это нужно. Вам нужно приходить сюда каждую неделю, а не один раз в месяц. Вам нужно принять от Бога все, потому что так много противостоит вам в этом мире. Поэтому нужно приходить, но этого недостаточно. Вам также нужно общаться в малых группах. На собрании мы не можем сделать того, что происходит на домашних группах. В малых группах. Из восьми, десяти человек мы можем молиться друг за друга, делиться своими проблемами и помогать друг другу. Вы не можете просто пойти по залу с вопросом, «Какая у вас проблема?» Хорошо, мы помолимся за вас. А у вас какая проблема? На это может уйти две недели. Вспомните Гидеона. Он изнытика превратился в героя. Он победил вражескую армию и стал именно тем, кем видел его Бог, сильным воином. Но для этого ему нужно было вылезти из ямы. Ему нужно было войти в Божие предназначение. Он не мог стать воином в Тачиле, и вы не можете. Нам нужно расширяться и растягиваться. Я верю, что в этом году Бог желает делать в вашей жизни великие вещи, но вы не увидите этого, если будете сидеть или стоять на месте. Вам нужно расширить свой шатер, выйти из того места, где вы были, и сказать, «Господь, используй меня по-новому». После такой молитвы Бог начнет двигаться в вашей жизни. Спасибо за то, что вы были с нами. Надеемся, вы присоединитесь к нам через неделю, когда пастор Тодд продолжит учить о широкой и открытой жизни, которую приготовил для вас Иисус. Приходите к нам и приводите друзей. Здесь понравится всем. Чтобы больше узнать о нас и о времени проведения наших служений, зайдите на наш сайт. И до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok